Здравствуйте! Я мог классически, с вопросов, касающихся жилищно-коммунального хозяйства, поэтому пригласили вас в студию как одного из известных и главных экспертов в нашем регионе. Политическая сила, которую вы представляете, этим вопросами занимается часто, много. Вам обращаются люди, но жизнь внесла свои коррективы. При съемках сюжета именно для нашей программы на наших журналистов было совершено нападение. Как мы считаем, оно было ничем не спровоцировано, не мотивировано. Тем не менее, такой факт произошел. Что может скрывать коммунальная организация? Конечно же, я понимаю, что это сейчас будут ваши предположения, но если вы не против, давайте программу начнем именно с этого. Так что может скрывать коммунальная организация от журналистов и от общества? Ну, я думаю, что формулировка о том, что это не было ничем спровоцировано, не совсем справедлива по отношению к ним. Для них любая информация о них, об их деятельности, это уже провокация с их точки зрения. Поэтому они относятся так не только к вашим журналистам, но и к обычным гражданам, естественно, которые туда могут прийти. Что скрывать? Скрывать именно механизм, с помощью которых этих обычных граждан и обворовывают, по большому счету. Будет эта компания или иные коммунальные компании. В свое время мы указывали на то, что принятый жилищный кодекс подразумевает такой подход коммунальщиков к населению. Проблема в том, что реально провести собрание, когда огромное от СЖ сотни тысяч людей объединяет, реально провести собрание и реально проконтролировать, а что же люди реально решили, практически невозможно. Любая попытка с нашей стороны, как партии, или жителей об этом узнать, приводит приблизительно к тем же результатам. Либо это отписка, если это должностные лица, либо это физическое воздействие, если это обычные граждане. А что скрывать все-таки? Во-первых, сама система проведения этих собраний. Я очень сомневаюсь, что реально можно было среди 100 тысяч жителей провести собрание, да еще чтобы эти жители сами же увеличили себе плату по коммунальным платежам. При условии, то как их дома общественные содержатся, а точнее не содержатся. Поэтому это первое, что есть скрывать. Второе, соответственно, вытекающее из этого, куда деваются бюллетени, где эти толпы бюллетеней, чтобы их можно было посмотреть. Есть еще целый ряд вопросов, а вообще как организовывалось это от СЖ в свое время, какая взаимосвязь с властью, с Ленинским, тогда администрацией какая была связь, с городской, возможно с самой губернией. То есть вот эта система, почему на протяжении многих лет тысячи жителей звонят в колокола о том, что у них полный беспредел творится. Власть молчит, ГЖИ молчит, администрация молчит, суды молчат, полиция и так далее молчит. Вся вот эта вертикаль. Мы эту тему сейчас с вами продолжим более подробно. Я предлагаю сейчас посмотреть сюжет, который подготовили наши корреспонденты. Мария Смирнова, это именно тот корреспондент, который была при съемках этого сюжета. Итак, давайте посмотрим сюжет и продолжим наш разговор. Спасибо. Вот уже полгода такая эстетика в домах Ленинского района обходится их жителям в двойном размере. Плату за содержание жилья Ассоциация ТСЖ увеличила еще в августе. И вроде бы согласие самих жильцов, мол, те проголосовали за повышение тарифов. Однако собственники квартиры это опровергают. По словам жителей, управдомы не проводили с ними общего собрания о извещении о голосовании. Если кто и получил, то и вовсе с нарушением законодательства. Я не могу сказать, что я получила, потому что не конкретно как по жилищному законодательству, ни под роспись, то есть все, что предусмотрено законом, этого не было. Как я и рассказывала, что это просто бумажка лежала на подоконнике над почтовыми ящиками. Я просто ее взяла. Это был последний день голосования. В одном из домов Ленинского района жители проводят свое собрание. Уже полгода они пытаются доказать. Результаты голосования сфальсифицировали. Но получить на руки улики бюллетени, в которых якобы расписывались за повышение тарифов, никак не могут. Начальник отдела полиции номер 7 вызвал сотрудника. Тут ему доложил, что бюллетени были у них. Они отправили в ОБЭП. С ОБЭПа вернули обратно, чтобы они нам тут не мешали. Мы позвонили в АТСЖ и их отдали в АТСЖ. Почему дальше ни один надзорный орган не востребует эти бюллетени, для того, чтобы люди обратились в суд? Увидеть бюллетени, узнать мнение сотрудников самой АТСЖ попыталась наша съемочная группа. Однако визит к управдомам закончился неудачно. Вместо того, чтобы связать журналистов с руководством АТСЖ, на съемочную группу напали. Смотри, что абсолютно не происходит. Олег, пойдем, ну что, забри. Тихо, тихо, тихо. Извините. Тихо, тихо, воспрепятствуй. Что такое? Что такое? Что делаете? Впрочем, как оказалось, такое поведение совсем не удивляет жителей домов, которые входят в АТСЖ Ленинского района. У меня была один раз попытка попасть, значит, там, где у нас сидит аварийно-диспетчерская служба. Я сейчас не буду. Было это, может быть, десятый год. Ну, там тоже все забронировано. Было тогда, сейчас не знаю как. Вот точно так же меня встретили. Вылетело кодло. Сейчас мы тебе тут башку набьем и все прочее. Почему пошел? Дозвониться туда всегда очень трудно. Дозвониться до руководства Ассоциации ТСЖ журналистам удалось. Правда, дать интервью нам все-таки отказались. Если вас интересует документ информации, значит, письменный запрос, получите письменный ответ. Впрочем, и письменные запросы журналистов в Ассоциации игнорируют. Прошлое письмо, которое мы написали по жалобам жителей к руководству ТСЖ, так и осталось без ответа. Тем самым нарушен закон о средствах массовой информации, согласно которому ответить СМИ обязано в течение установленного законом времени. Однако выясняются куда более серьезные нарушения со стороны руководства Ассоциации. Уже сейчас по 9 многоквартирным домам, ну 9 протоколов, по 9 протоколам возбуждены уголовные дела. Как минимум по 9 возбуждены уголовные дела. По статье 327 Уголовного кодекса это как раз подделка документов. Между тем узнать, были итоги голосования за повышение тарифов подделано, в жилищной инспекции так и не смогли. Соответствующие документы управдомы им не предоставили. Сослались на проверку, которую в отношении Ассоциации ТЭЖ стала проводить полиция. Итак, Александр Юрьевич, посмотрели сюжет. Вы, лично вы, имеете самое прямое отношение к этой теме. События, которые были в городе Балакове. Многие другие события, которые были в вашей профессиональной деятельности. Как, на ваш взгляд, есть у вас чем и как прокомментировать то, что мы сейчас видели, мы и наши телезрители. И рецепт выхода из этой ситуации. Возможный выход из ситуации для жителей нашего города. Ну, учитывая то, что сюжет показал вообще абсолютный уже беспредел этой кампании, то, как при всей смелости журналистов, как с ними поступили, и то, как это происходит с жителями, ну, то, как на это реагирует власть. То, что прошло, пожалуйста, полицейские стоят на входе, я так понимаю, и их никуда не пускают. И, главное, никакой особой реакции я пока не видел от властей. Тем более на те тысячи заявлений, которые до этого шли от жителей. Поэтому рецепт я предлагаю следующий, который действительно в свое время в Балаково. В Балаково была такая же ситуация. Все кампании принадлежали фактически одному лицу. Этот беспредел творился достаточно долго тоже. Никаких отчетов, никаких собраний, ни по результатам, ни растраты денег, как идут, ничего не было. А давайте сразу уточним, не было отчетов, были собрания, при этом действия жителей, при этом действия других людей. Были какие-то обращения? Были, были обращения, были обращения вплоть до губернатора, тогда еще иного губернатора, были обращения, действий никаких. К нам в приемную КПРФ обратились жители, сказали, давайте организовывать что-то, потому что нас по одному просто бьют, давайте организовывать что-то массовое. Первый митинг прошел, вышел на улицу полторы тысячи человек. И вот люди вышли, причем в таком количестве, что перекрыли сразу несколько перекрестов, несколько кварталов, там полторы тысячи человек было. Где все это происходило? Это все происходило в Балакове, и обращение было к областной власти. Вот первый митинг на тот момент остался без ответа фактически. И тогда, в следующий раз, там же, в Балакове, вышло уже две с половиной тысячи человек. Травили газом, реально слезоточивый газ пускали, пожарными машинами отгораживали администрацию. Тем не менее, народ подошел к администрации, был ОМОН. Было даже принято решение о том, что применить этот ОМОН. При этом, при всем, даже ОМОНовцы на тот момент не рискнули разгонять людей, хотя была такая команда по телефону из Саратова. Я лично слышал, что действительно применить ОМОН. И начальник полиции сказал, у нас в толпе идут матери этих ОМОНовцев. Поэтому, как вы себе представляете? На тот момент это подошло до самого федерального центра. Приехала прокурорская проверка. И там уже никакие юристы, даже самые сильные юристы различных этих управляющих компаний, ничего не смогли сделать. Потому что было принято принципиальное решение властей. Что этот беспредел надо заканчивать. По-видимому, в Саратове пока такого принципиального решения никак принять не могут. Вы спрашивали о рецептах. Мы сейчас провели три достаточно, на мой взгляд, больших митинга. Учитывая, что мы оповещали где-то по 8-10 домов на наши митинги. Мы провели, это ваша партия. Да, наша партия, КПРФ по инициативе жителей. Из 8-10 домов выходило до 300 человек. Ну, это достаточно большое представительство. Мало того, в полицию и в прокуратуру были поданы, Карасевым депутатам нашим от КПРФ, были поданы запросы, заявления, соответствующие запросы о том, что никаких не было собраний, о том, что фальсифицированы результаты этих собраний с требованием отменить. Было заведено дело. Ну, я уж не знаю, там, с юридической точки зрения, как это звучало. Не совсем, на наш взгляд, корректно это было сделано. То есть, о фальсификации документов. Мы говорим о фальсификации результатов, а не самих документов. Поэтому, по-видимому, было опять взято направление на сворачивание этого дела. Ну, это вот сейчас ваша позиция заключается в том, что вы подвергаете сомнению, если некомпетентность, то вообще, во всяком случае, некоторые шаги правоохранительных органов. Деятельность как таковую. То есть, решение на то, что эту ситуацию надо прекращать. Вот было ли принято такое решение, что эту ситуацию надо как-то прекращать, разбираться в ней. На наш взгляд, пока такого решения власть не приняла ни ГЖИ, ни прокуратура, ни полиция. Давайте расшифруем ГЖИ государственной инспекции. Государственной инспекции, госпожа Абрамова. Вот она, кстати, в сюжете была, присутствовала. Решение такого не было принято. Поэтому мы продолжаем сейчас серию, будем усиливать протестное движение. Власть, по большому счету, боится особенно, вот я обращаюсь к жителям, особенно сейчас власть боится перед выборами мнения населения. Поэтому, во-первых, мы на каждом нашем митинге приносим обращения, где они расписываются и дают конкретные показания, прям в бланках. Соответствующие мы подготовили показания, что именно они не принимали участие и не видели оповещения о том, что будут проводиться какие-то собрания. Второе, о том, что никогда это от ССЖ и входящие в нее структуры не отчитывались перед людьми, как это положено по жилищному кодексу. Даже тому жилищному кодексу, против которого мы голосовали, как КПРФ, считая его ущербным. Но даже по этому вопросу не проводилось никаких собраний. Поэтому сейчас мы готовим общегородское мероприятие, три основных темы. Первое – это вопрос от ССЖ, второй вопрос – капитальный ремонт, и третий вопрос о том, что творилась ваша съемочная группа, о том, что вот этот беспредел совершенный, даже с точки зрения юридической, как люди могут себя в Саратове защитить, если журналистов, которых защищает закон, которых защищает общественное мнение, с ними могут себе позволить так себя вести. Это даже не чиновники, это какие-то вот наемные люди. Я думаю, правоохранительные органы разберутся. Спасибо вам большое, что вы отдельно вынесли вопрос о журналистах. Мы сами со своей стороны, со стороны телекомпании, конечно же, не оставим этот случай и будем дальше следить. Вот 6 числа, в частности, вот у меня документ о том, с 12 до 13 у 55-й школы. Вот я хотел пригласить всех жителей на эти три темы заявить. Если мы останемся дома, никакие потуги депутатов, никакой отвагы журналистов, никакие действия, письма и так далее не помогут. Право на информацию, оно на текущий момент священное право. Без информации в нашем мире никуда, поэтому работники, представители ассоциации ТСЖ Ленинского района, я надеюсь, воспользуются и этим случаем, и тем, что мы, несмотря ни на что, все равно их будем к себе приглашать и будем надеяться, что они нам хотя бы отдадут интервью и выскажут свою позицию. Конечно. Продолжая коммунальную тему, к ТСЖ Ленинского района, уверен, мы еще не раз вернемся. И, возможно, даже в течение сегодняшней программы. Какие еще насущные проблемы вас, как эксперта, волнуют, и какие проблемы вы видите в жилищно-коммунальном хозяйстве, ну, я буду говорить так, в нашем регионе, вот капитальный ремонт, много говорили... Идеальная тема. Вот много говорили, что происходит в реальной жизни. Вот реальную жизнь и отношение власти к народу идеально иллюстрирует как раз вопрос капитального ремонта. Мы уже говорили, вот 80% населения по статистике не платят за капитальный ремонт. Почему? Потому что с нашей позиции, вот КПРФ, это абсолютно незаконно. Был подан запрос в Конституционный суд о том, что данное решение полностью противоречит действующему законодательству. Первое. Никто не имеет права заставить меня что-либо делать с моей собственностью. Это противоречит Конституции. Вы в свое время, власть, передали нам разрушенное жилье и сказали, это ваша собственность, что хотим теперь то с ней делать. Это все равно, что мне отдали ботинки, я купил даже ботинки каким-либо образом. И мне говорят, так, а теперь раз в неделю ты должен их ремонтировать вон в той мастерской, причем деньги отдать, а отремонтируют тебе их где-то лет через 10. Но каждый месяц ты должен за эти ботинки... Думал, что мы позже к этой теме подойдем, вот прям подошли к теме тарифов, да, то есть в одной мастерской и за эти деньги. Когда нам вот про эти ботинки нас заставляют чинить за свой счет, причем платить неизвестно куда, неизвестно каким образом формируется эта сумма. Почему в Ленинграде 2 рубля с копейками, в Саратове 6 рублей, там уже под 7 практически закладывают. Кстати, вот это АСЖ еще больше заложило, добавило к капитальному ремонту. Как формируется эта стоимость? Мало того, как будет проводиться этот капитальный ремонт? Почему одни дома включаются в один период, другие дома в другой период, третий в третий период? Самое интересное, а как они предполагают учесть инфляцию? А где хранятся эти деньги? Мы сейчас вот уже достаточно длительное время области. Даже не в области? Даже не в области хранятся, работают не на область. И говорить о том, что это помощь бюджету региона, тоже абсолютная профанация. Эти деньги уходят по разным оценкам. То Нижний Новгород, говорят, то Самара. Проследить это, обычный гражданин, хорошо, это мы там можем проследить, проанализировать как-то. Обычная бабушка, она понятия не имеет, ей пришла платежка. И ты должна платить, и через 30 лет тебе, 70-летний, может быть, сделают капитальный ремонт. Когда-нибудь половину. Вы были против реформы в жилищно-коммунальном хозяйстве в том виде, в котором она шла. Вы, я имею ввиду, как политическая сила. Сейчас какие-то действия в этом направлении вы будете предпринимать? Какие-то законодательные инициативы на уровне Государственной Думы, на уровне областных дум, на уровне муниципалитетов? Вот вы сказали, деньги уходят в другой регион. Сейчас платите 5%, в течение 10-15 лет мы вам отремонтируем дома. Что ты конкретно, какие-то конкретные вопросы вы сейчас будете ставить? Во-первых, мы уже не просто сейчас, мы на протяжении последних нескольких лет говорим о том, что как минимум требуем вернуться к ситуации, когда население платит 5%. Второе, вернуть деньги, которые население уже оплатило. Мы подали в Конституционный суд, и об этом узнали прокуратура, даже федеральная поддержала. И тут я по радио слышу такой интересный вопрос. А те деньги, которые уже отдали, их вернут, и эксперт, юрист, говорит, вы знаете, это не подразумевается. Ему задают тот же самый вопрос, а будет ли компенсирован? Ведь были наивные люди, те 20% бабушек, которые несли и отдавали ноль. Ответ ноль, эксперт говорит, с точки зрения закона не существует, механизма, как эти деньги можно компенсировать. Но с точки зрения закона нет механизма, как компенсировать эти деньги сейчас. Да, поэтому мы предлагаем. В том числе и ваша партия имеет депутатов и в областной думе, и на уровне муниципалитетов, я уже сказал, и, конечно же, в государственной думе. И вы имеете возможность, как политическая партия, выйти с законодательной инициативой. Никто же вам не мешает это сделать? Однозначно. Мало того, не просто никто не мешает, и мы имеем возможность, мы вышли. В частности, Алина Вольга Николаевна, депутат Госдумы от Саратова, она не раз уже и законодательной инициативой, в частности, вот этот закон о том, что деньги вернуть населению или учесть их хотя бы в форме коммунальных платежей, в том числе, она подписала. Второе. У нас есть более системный подход. Мы говорили о том, что необходимо однозначно внутренние цены на топливо-энергетические ресурсы опустить для внутреннего потребителя. К чему это приведет? Это приведет к тому, что мы сэкономим огромную сумму денег на отоплении и электроэнергии. Как это Норвегия, я там не говорю уже о Саудовской Аравии, она южный регион. Норвегия, везде, где добывают с северных регионов, Исландии и так далее, везде внутренние цены на энергоносители гораздо ниже для населения. Мы в результате получаем порядка двух-трех тысяч запас, и за эти две-три тысячи население само решит, сможет ли оно отремонтировать. Поэтому вот этот подход к национализации топливно-энергетического комплекса, внутренние цены на энергоносители и возврат полностью незаконного решения о капитальном ремонте, отмена, вот это первые шаги, которые нужно сделать вот сейчас. Наше время в эфире подходит к концу. Я благодарю вас за то, что вы приняли наше приглашение и пришли к нам в студию, в нашу программу. Вот тема очень интересна, на мой взгляд. Посмотрим, какая будет реакция. Я думаю, что эта тема однозначно будет продолжена. Я надеюсь на то, что в нашей студии мы встретимся лично с вами еще не раз и, возможно, с представителями вашей партии. Я желаю вам успехов. Ну, во-первых, вам большое спасибо за то, что вы освещаете, вашим журналистам, за то, что приглашаете. У нас в гостях был член ЦК, первый секретарь Саратовского горкома КПРФ Александр Анидалов. А я, Владимир Моисеенко, на этом прощаюсь с вами. Увидимся в следующий четверг в 20 часов 15 минут.